Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Долгожданная пятница, сегодня еще куча американской статистики и, наверное, стоит сделать все-таки ставку на реабилитацию американского доллара с учетом тех потерь, которые он, бедный, несет в последние торговые дни. По повестке экономического календаря я уверен, друзья, что вы помните, на что я делал акцент ранее, я уверен, что вы и сами уже знаете, какие отчеты из общей серой массы могут оказаться самыми интересными. По доллару их можно выделить несколько, сегодня это темпы экономического роста, годовые данные, сегодня статистика по личным доходам, личным расходам, основной индекс расходов на личное потребление, мичиганский индекс, в общем, супер пятница по статистике для штатов, как это было со статистикой по Англии день назад. Американец нуждается сейчас в дополнительной поддержке, потому что те распродажи, которые мы наблюдаем с периода оглашения итогов двухдневного заседания американского регулятора в среду, эти распродажи основаны на предположении трейдеров, что американский регулятор все-таки может очень сильно застопорить процесс дальнейшего ужесточения политики с учетом растущих глобальных экономических рисков. Мы сейчас снова вернемся к Федрезерву, друзья, я считаю, что под закрытие торговой недели стоит еще раз освежить в памяти именно риторику Европейского Центрального Банка и Федрезерва, чтобы понять, с какими трендами мы, собственно, будем работать дальше. Возможно, для кого-то это лишняя информация, может быть, вы не нуждаетесь с ней, но повторение мать учения, мне кажется, в данном случае нужно вспомнить и нужно помнить, вот так вот скажем, что сейчас должно выступать движущей силой для американцев. И почему? Вот лично я, даже несмотря на потери долларов в последние дни, все равно уверен, что американец будет держаться против иены выше планки 110 и будет претендовать, опять же, на прежний рост. Помимо статистики из США, сегодня мы ждем данные по темпам экономического роста Англии в 12.30 по московскому времени, это традиционный период выхода статистики Великобритании. Также, друзья, можно будет дождаться еще и для тех трейдеров, кто спекулирует в нефти, отчет Бейкер Хьюз по количеству нефтяных терминалов, но с нефтянкой все предельно ясно, все очевидно. И я думаю, что без каких-либо ненужных подходов к оценке дальнейшей динамики нужно просто смириться с тем фактом, что рынок нефти это чудовищно идеальный нисходящий тренд. И мы уже давно смирились с тем, что бодаться с таким трендом, конечно же, не нужно, поэтому очень вовремя разворачиваясь, когда у нас были небольшие локальные заблуждения в расчете на то, что нефтянка должна отбиться от каких-то более-менее психологических, технических уровней. Мы совершали ошибки, но принимали решение спустя совсем непроложительное время о том, что это ошибка и нужно все-таки по-прежнему сохранять приверженность к прежнему тренду. Друзья, рынок нефти вчера нас порадовал, продолжает радовать. Я вообще хочу сказать то, что 2018 год, можно сказать уже о нем практически в прошлом, и этот год стал крайне результативным для всех фундаменталистов, которые делают акцент на вот такие вот длительные периоды и интервалы торговли, ну то есть делают ставку на долгосрок. По нефтянке мы заработали очень много денег, это действительно серьезный профит, даже без плеча, ну уверен, что вы, конечно же, используете и плечевую, скажем, надбавку, возможности, которые увеличивают ваши депозиты, и, соответственно, все это конвертируется в больший профит с одной торговой операцией. Соответственно, по нефтянке мы ставили с вами на тест поддержки 55 долларов за баррель, фактически неделя еще не завершена, у нас еще одна неделя впереди до конца этого года, но мы уже сделали новую цель. Друзья, я считаю, что нужно примерить для себя статус, скажем, участников рынка, которые следят за тем, что происходит на рынке нефти, но больше в него пока что не лезут. Рынок дал нам возможность дважды прокатиться на серьезном нисходящем движении, мы это сделали, друзья, давайте скажем ему спасибо, давайте не будем больше рисковать, не лезть, опять же, попытки выжимать этот рынок еще хоть немножко, опять же, на нисходящей динамике у нас будут еще возможности, особенно с учетом какого-нибудь обновленного, интересного, дополнительного фундамента, который мы станем использовать в качестве топлива для этих идей. Но раз уж мы сделали 55 долларов за баррель, давайте оставим в покое пока что нефти, я, конечно же, каждый день до конца этого года буду рассказывать вам обо всем, что происходит на рынке нефти, но я советую пока что больше в нефтянку не лезть, хотя бы с учетом того факта, что очень крупные игроки, конечно же, не мы только с вами заработали на нисходящем движении, есть серьезные институционалы, которые также смогли использовать, может быть, даже с большим потенциалом и с большим успехом вот это нисходящее движение, и так же, как и мы, друзья, они готовятся к праздникам, им нужен кэш, и, безусловно, под закрытием 2018 года, возможно, уже сегодня, в первые, опять же, дни следующей недели, мы должны логичным образом наблюдать фиксацию позиций. Фиксация позиций, если это короткие, собственно, ордера, должно привести, конечно же, к обкату вверх, это логика, которая, на мой взгляд, работает, друзья, ну и иного, наверное, не должно быть, если бы у нас не было мощного трендового движения, то с этим можно было бы поспорить, потому что, в принципе, отсутствие движений указывает на равные силы и быков, и медведев. В данном случае доминируют продавцы, продавцы будут фиксировать профит, и это может спровоцировать восходящее движение. Вот не хочу, чтобы мы попали, опять же, в неверное направление движения рынка, то есть неправильное, спрогнозируемое, определенное. Восходящей коррекции может и не быть, друзья, я не знаю, где тренд закончится, опять же, и не закончится ли вообще до конца этого года. Но раз уж рынок был щедр для нас, я думаю, что сейчас можно лишь словесно обозначить очень высокую вероятность на текущий момент технического отката, но я советую в этих движениях пока не участвовать, друзья, просто занять в ожидательную позицию, либо, как говорят трейдеры, спокойненько посидеть на заборе. В частности, по рынку нефти нужно сейчас говорить только об одном риске. Можно зайти с разных сторон, с разных регионов, но все эти регионы, Саудовская Аравия, США, Россия, другие представители ближневосточного картеля, все они текущими объемами добычи будут выводить нас на один глобальный риск для всей энергетической секции. Это чрезмерное производство, да и рынок нефти валится сам, не просто так, потому что прекрасно понимает, что мировая экономика явно не поспевает за тем объемом, который выкидывается в рынок, спрос недостаточный. Вот поэтому с нефтянкой в этом плане, мне кажется, все должно быть ясно, предельно прозрачно, предсказуемо. Я не буду сейчас вдаваться в воспоминания прошлых торговых сессий, что выступило, опять же, причиной тех или иных движений. На мой взгляд, все равно на рынке только одна идея. Это позиционно пока торговать через шарты в расчете на то, что замедление темпов роста мировой экономики, в конце концов, обернется более низким спросом на углеводороды. Но еще раз повторяюсь, друзья, мы в этих, давайте, дальнейших движениях до конца этого года участвовать с вами не будем. Оставим в покое нефть. Рубль 68.32, здесь тоже все замечательно складывается для инвесторов, которые поставили на ослабление российской валюты. Сейчас логика начинает возвращаться на площадки, и рубль адекватно реагирует на все изменения, которые происходят в глобальной экономической конъюнктуре. Для рубля изначально всегда было несколько рисков. Это нефтянка, это вопрос финансо-экономических санкций, и третий фактор – это действие российских монетарных властей по покупке валюты. С точки зрения последнего, мы знаем, что в середине января Минфин снова будет закупать валюту. То есть, в принципе, даже если рубль не сделает до 70, хотя я сомневаюсь в этом, учитывая, как активно сейчас он начал сыпаться против доллара и евро, вполне возможно, что доллар-рубль действительно упрется в 70 уже в ближайшие торговые сессии. Но даже если 70 мы не увидим до конца этого года, то январь обещает быть крайне интересным, и мы точно доберемся до этого уровня. Наверное, сейчас рекомендовать вам занимать длинные позиции не имеет смысла, потому что если вы профукали эту возможность, виноваты только вы. То есть, сейчас уже лезть в рынок, в рубль, в расчете на его ослабление, может быть сопряжено с большим риском, опять же, возможной коррекции, либо под закрытие сейчас декабря можно еще делать какой-то акцент и на налоговый период, хотя уже в меньшей степени. Но движение очень трудно сейчас, локально, на несколько торговых дней предсказуемо. Я допускаю то, что, скорее всего, рубль продолжит снижение, с учетом того, где мы видели нефтянку в ходе вчерашнего дня. Допускаю то, что сегодня с открытия рубль перепишет и 68,50, и станет еще ближе к 69, но это уже, скажем, комментарии, наверное, уместные для тех, кто давно купил эту валютную пару, то есть продал российскую валюту против основных конкурентов, потому что уже должен быть по вашим торговым позициям солидный профит. Ну, если хотите урвать хоть немножко, друзья, еще, если не делали ставку раньше на ослабление рубля, все-таки возможности еще есть, хоть и с большим риском. Повторяю, что 70 мы наверняка сделаем с учетом текущих, в принципе, котировок. Это 2 рубля, в принципе, речь идет о 3% без плеча. Наверное, тоже цель, за которую стоит сейчас побороться. Доллар иена, лоу вчерашнего дня, 110,80, 111,40 мы видим сейчас. Впереди, напоминаю, очень много макроэкономических отчетов. В понедельник нам точно будет о чем поговорить. Опять же, с огадкой на все эти релизы будем их разбирать, анализировать. Здесь ожидания по статистике, сейчас ожидания по статистике довольно неплохие. И, соответственно, если вспомнить один из комментариев Федрезерва о входе прошедшего заседания, что с учетом всех рисков, которые нависли не только над американской экономикой, но и, лучше даже сказать, над мировой экономикой, да, темпы повышения ставок могут быть не такими активными, как в 2018 году. То есть, Федрезерв сделал прогноз о том, что в 2019 году ставки могут быть подняты дважды, а не четыре раза, как в этом. Но все, в конце концов, будет зависеть от изменений вот этой глобальной экономической конъюнктуры и статистики по непосредственно Соединенным Штатам Америки. Если сегодня выйдут сильные отчеты, друзья, я уверен, какую бы статью вы после этого не прочитали, какой бы вы источник информации не задействовали, чтобы понять, что это за отчет, как он отличается от предыдущих, что он значит, все равно все эти релизы будут тактоваться следующим образом. Сильная статистика значит повышенная вероятность того, что Федрезерв все-таки сохранит сейчас курс на два повышения процентной ставки, но впоследствии при благоприятном развитии событий в 2019 году может изменить предпочтение и настроиться на более агрессивные темпы повышения ставок. Я сегодня ставлю на поддержку макроэкономические данные для доллара. Я уверен, что доллар-иена сможет восстановиться с текущих значений. Если при выходе сильных данных доллар сегодня не вырастет против иены, в понедельник будем думать, друзья, стоит ли нам, собственно, держать длинные позиции по паре доллар-иена, и стоит ли нам так вот, ну, лично мне, свято быть убежденным в том, что у американца есть только одно будущее, это будущее, которое предполагает более высокие обмены курса. Американский фондовый рынок снижается, и здесь я снова поздравляю вас с профитом. Друзья, это еще один актив, который стал крайне щедрым под закрытие 2018 года. Мы сделали сначала 24 тысячи пунктов, мы вчера коснулись планки в 23 тысячи пунктов, и даже это по Доу Джонсу, EEC 30 в терминалах Амаркетса, и даже несмотря на то, что лоу дня составил гораздо ниже, фактически 22 тысячи 600, мы видели, чуть повыше, я рекомендовал, друзья, выходить сразу же после теста поддержки 23 тысячи и радоваться еще одному серьезному солидному профиту, который нам удалось получить. Так же, как и в случае с нефтянкой, я предлагаю американский фондовый рынок, даже несмотря на лично у меня присутствующее убеждение того, что EEC 30 легко доберется и до 20 тысяч пунктов, все-таки оставить его в покое хотя бы до начала наших с вами брифингов уже в 2019 году, то есть до января. Будут еще шансы, возможности, чтобы вернуться на рынок и провести еще не одну хорошую профитную сделку. Пока что давайте довольствоваться тем, что есть, и довольствоваться нам приходится немалым. Друзья, довольно хорошим таким стоимостным прибыльным кушам. То есть EEC 30 тоже в сторонку и лишь из праздного интереса мы продолжим с вами вместе обсуждать. И, так, одну секундочку, открылось у меня совсем не вовремя приложение. Продолжим мы обсуждать то, что происходит на этом рынке, потому что, ну, наверное, кто-то из вас все-таки еще сохраняет определенные позиции по американскому фондовому рынку, ну, и нуждается, конечно же, в информации. Фунт против доллара 1.2649, планка 1.27 не дается британцу, хотя вчерашний день был очень результативным для британца. Это хорошие данные по ручной продажам, 3.6% с 2.4 в годовом выражении, ставка 0.75, объем выкупа активов на прежнем уровне 435 миллиардов фунтов. Решение по ставке было принято единогласно, соответственно, отсутствие голосов были, да и есть до сих пор, среди голосующих членов их всего лишь 9, садим банк Англии. Представители с радикальным мышлением, которые, собственно, еще примерно квартал назад призывали прочих представителей своих коллег поднять процентную ставку, сейчас мы видим то, что их позиция изменилась, да потому что все сейчас прекрасно понимают, что ставку повышать, политику ужесточать с учетом неопределенности по Брэкзиту, это тупости, поэтому решения принимаются исключительно предсказуемые, политику не меняют, выжидательная позиция сохраняется и банк Англии по-прежнему крайне адаптивен к тому, что творят политики и ждет, опять же, это решение, и когда же наступит развязка по Брэкзиту, как мы, собственно, тоже этого ожидаем. Напомню, что ТРЗМ обозначила сроки голосования по соглашению о Брэкзите в палате представителей до 21 января, я еще раз отмечаю, что, скорее всего, голосование пройдет в период с 15 по 21 января. Месяц еще, друзья, вот такой нервозности на площадках, не нужно метаться, очень рискованно сейчас можно стать предприятием, если вы будете, скажем, торговать в диапазоне, потому что фунт нестабилен, он может быть на дневках и может показаться, что есть определенные уровни сопротивления и поддержки, которые держатся. Но, уверяю вас, стоит на рынке появиться к какому-то содержательному комментарию о Брэкзите, мы легко можем оказаться либо выше 1,27, либо снова упереться только уже успешно с пробоем поддержки 1,25. Я делаю акцент на то, что британская валюта против доллара все-таки протестирует поддержку 1,25, друзья, но снова повторяю, что по фунту мы также очень хорошо заработали, и фунт нас непосредственно с точки зрения текущей активности и торговых позиций не очень-то интересует, потому что сейчас очень велика вероятность, опять же, попасть в просаг именно не угадав с определенной риторикой либо с содержанием следующей новости по Брэкзиту, которая может на рынке появиться. Но если вас интересует позиция того, как я бы действовал сейчас, я бы держал только лишь короткие позиции и убеждал бы всех, кто начал бы со мной спорить, либо предлагал бы все-таки смотреть фунт с точки зрения роста, что делать это не нужно. Евро против доллара 1,1451. Я думаю, что европейская валюта сейчас, да, пользуется поддержкой из-за снижения индекса доллара, из-за тех распродаж, которые идут по американцу, но раз уж мы им допустили, что сегодня выйдут сильные данные по штатам, которые могут поспособствовать росту доллара, то, конечно же, европейская валюта в связи с этим, как и прочие рейского инструмента, должны просесть. По евро-доллару ситуация очень похожа на то, что примерно складывается сейчас в отношении британской валюты, то есть мы можем четко отслить коридор вот этой консолидации проторговки с уровня 1,13-1,15. Евро нуждается в мощном триггере для того, чтобы выбраться из этого коридора. Но думаю, что с учетом всех тех рисков, которые я обозначал вам ранее по еврозоне, по евро в валюте, на рынке с большей вероятностью должны объявиться плохие новости, которые станут причиной снова доминирования именно продавцов. Австралии, друзья, 0,7106. Мы не достигли пока нашей цели 0,70. В связи с этим я допускаю, что рынок может вот так вот на не совсем понятном мне позитиве, пусть он для риска сейчас связан только лишь с слабым долларом, но это не серьезное основание, опять же, чтобы расти на дистанции больше, чем в несколько торговых дней. Все-таки по австралийцу закрыть торговую позицию с небольшим профитом и оставить в покое валюты стран Океании, то есть с новозеландцем мы давно покончили, с австралийцем тоже уже поднадоело. Я обещаю, друзья, что я уже не раз говорил, что можно закрыть позицию и пока не возвращаться. Я обещаю вам, что к австралийцу мы, если притронемся, то, наверное, не раньше середины января 2019 года, поэтому, с вашего позволения, я на какое-то время даже выкину из наших брифингов этот инструмент, потому что он лично для меня не представляет какого-то интереса. Мы сколько времени пытались добраться до цели 0,70, нам не удавалось это сделать. Да и динамика-то не особо уж мощная по австралийцу. Доллар канадец 1,3505. Сегодня важный день для канадца, поскольку сегодня в 16.30, ровно в то же самое время, что и время, обозначенное для американской статистики, по Канаде выдают данные по роничным продажам и темпам экономического роста. Движение больше, чем на 100 пунктов сегодня нас ожидают по канадцу. Если хотите рискнуть, друзья, если спекулируете канадцам, я предлагаю снова поставить на его потенциальное укрепление, потому что распродажи последних дней были крайне существенными. Даже с учетом того, что рынок нефти провалился, вроде бы как это было логично, что канадский доллар ослаб, потому что нефть это один из основных экспортных ресурсов для канадской экономики. Но могут измениться акценты внимания трейдеров. Если бы у нас не было, например, на повестке ожидания макроэкономических данных, то, наверное, было бы логично делать акцент на то, что канадец еще больше прольется против американского доллара. Но поскольку у нас есть ожидания положительные по роничным продажам и темпам экономического роста, я склоняюсь, что сегодня участники рынка снова заговорят о том, не пора ли банку Канады, как это сделал Федрезерв буквально день назад, также изменить снова денежную ходительную политику и поднять процентные ставки. Но вы понимаете, что риторика этого будет напрямую зависеть от содержания сегодняшних отчетов. Если интересует спекуляция канадцам, если хочется сегодня попасть именно в мощную волатильность, не прогадать и не упустить движение по какому-то инструменту, канадец должен быть вашим выбором. И я допускаю, что если выйдут хорошие данные, пара доллар-канадец с текущих уровней 1.35 может легко сегодня добраться до показателя, до уровня 1.33.50. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели, хороших предстоящих выходных. Жду вас в понедельник, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Вещаем мы в прямом эфире через перископ. Я думаю, что совсем скоро, уж точно в начале 2019 года, будем еще параллельно через прямой эфир закидывать сразу контент на наш канал на ютюбе. То есть можно будет и без приложения перископа быть в курсе всего вместе со мной, находясь в режиме онлайн, также в 9.30 по Москве. Ну, на этой ноте давайте завершать, друзья. Еще раз большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До понедельника. Продолжение следует...